Каждый, кто окинет взором современный мир, признает очевидный факт. Цивилизация Запада превосходит в своем развитии в науке, культуре, экономике и, пожалуй, даже в искусстве, все иные культуры. Самые красивые и величественные города мира также расположены в Европе. Западные ученые дарят миру многие научные и технологические открытия. Многие неевропейцы стараются в чем-то подражать или уподоблять свой образ жизни европейскому уровню, испытывают восхищение не только культурой и уровнем жизни, но и западной философией и верованиями. Однако, если бы эти люди были бы осведомлены об истории и истинных фактах возникновения и развития цивилизации, они не впадали бы в эти заблуждения. Если заглянуть вглубь истории прошедших двух тысячелетий, перед нами возникнет совершенно иная картина мира, далекая от сегодняшней. Европа пребывала еще в царстве тьмы и невежества, когда ислам основал самую блистательную цивилизацию в истории мира. Ислам принес свет, который озарил своим сиянием весь мир. Давайте вместе окинем узором историю развития нашей цивилизации. 14 веков тому назад на Аравийском полуострове зародилось новое вероучение. Эта вера научила арабские племена, жившие в мире жестокости, варварства и невежества, пониманию мира, нравственности, морали и культуры. Не только арабские племена того периода, но многие народы мира обрели истинный смысл бытия и озарили свой жизненный путь через постижение новой веры. Наука, культура, философия и искусство пережили невиданный доселе всплеск развития. Именно ислам, неспосланный человечеству Всевышним Господом, как наставление и назидание в жизни, принес людям новое видение мира и возможность приблизиться к совершенному образу жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Ислам. Свет, озаривший мир В начале 7 века новой эры Аравия представляла собой, пожалуй, самый воинственный регион мира, Погруженный в бесконечные кровопролитные конфликты и межродовые войны. На Аравийском полуострове обитали много различных народностей, исповедовавших языческие верования и поклонявшиеся всевозможным идолам. Ради своих языческих башков они вели между собой бесконечные кровопролитные войны. Истреблялись целые народы. Народы не знали милосердия даже по отношению к детям и старикам. Моральные критерии племен были чудовищно искажены. Ненависть считалась добродетельной, беспощадность – проявлением добрости, а любовь и милосердие – презренной слабостью. Женщины считались низшими существами. Рабы и немощные претерпевали бесчеловечное унижение. И вот чудесным образом всего за пару десятилетий этот мрачный мир жестокости и кровопролития полностью изменился. Коран, неспосланный людям, Всевышним Аллахом, как путеводитель и наставление в жизни, стал божественным чудом, преобразившим все вокруг. Коран был неспослан пророку Мухаммаду, последнему из господних посланников. Да пребудет над ним мир и благословение Всевышнего. Господь стал неспосылать ему свои повеления, чтобы он призывал свой народ к истинной вере. Первое откровение Аллаха не зашло к пророку Мухаммаду, когда он находился в пещере. Всевышний Господь повелел ему. Читай во имя Господа твоего, который сотворил все сущее, сотворил человека из сгустка. Читай, ведь Господь твой щедрейший, который научил человека письмо пером, научил человека тому, чего он ранее не ведал. Это божественное повеление впервые призвало арабские племена, существовавшие доселе во мраке невежества и жестокой борьбе за выживание, Внимать Господний вою и устремиться к знаниям и размышлениям о смысле бытия. Господний призыв стал началом величайшего культурного расцвета в истории существования рода человеческого. Господний призыв стал началом величайшего культурного расцвета в истории существования рода человеческого.